В Бурлинском районе определены пассажироперевозчики, которые ближайшие три года будут обслуживать городские и сельские маршруты. Двое из них получат субсидии из местного бюджета за обслуживание социальных, то есть так называемых убыточных маршрутов. Обязательным условием для подрядчиков стало оснащение автобусов GPS-трекерами. Подробнее в сюжете наших коллег. Общественный транспорт – головная боль для всего района. Претензии к работе последнего подрядчика ИП Жилауши были у всех категорий граждан – горожан, сельчан, пенсионеров, школьников, молодежи и так далее. Несоблюдение графика, использование транспортных средств малой вместительности, недодлежащее состояние автобусов. Благодаря этим факторам нишу общественного транспорта стали занимать таксисты-нелегалы. Несмотря на то, что здесь проезд стоит дороже, что по сельским направлениям, что в райцентре, люди охотно пользуются их услугами. На северной стороне города Оксай, вообще коренная жительница Оксай, и постоянно у нас одна проблема, чтобы выехать в микрорайон, съездить на базар или в больницу за лекарствами, приходится нам постоянно мучиться. Тройка вообще маршрутка очень отвратительно ходит. Вот сюда я приехала, на такси. Отсюда, видимо, тоже придется. Уже полчаса мёрзну, не видать этой тройки, неизвестно, когда она будет. Вот я житель пятого микрорайона, житель, военный человек. В поликлинику, чтобы идти, вот пешком прихожу с 30-го дома сюда, к торговому центру, по часу жду, жду, жду. Нету ни тройки, ни единички нету, ни маршрутки плохо ходят. Сбрасываемся по стутенье втроём и едем в поликлинику. Когда это наладится, когда будет порядок с этими маршрутками, я не знаю. А мне уже 78 лет. Срок полномочий ИП Жилауши завершился в конце прошлого года. Конкурс по определению нового подрядчика не состоялся из-за несоответствия требованиям документов организации кандидатов. Второй конкурс оказался более результативным. Все маршруты района были разделены на пять лотов. По результатам проведенного конкурса они были распределены между четырьмя организациями. Мы уже беседу провели, они согласны. В течение месяца устанавливают ТПС, потом будет разрабатываться приложение. Может смарт-оксайд завести. У нас есть же смарт-оксайд завести приложение. И там все мы будем иметь доступ, где находится маршрутка, сколько маршрутов по данному маршруту ездит. Можно любому человеку посмотреть. В 2019 году решением областного маслехата шесть маршрутов по Бурлинскому району были признаны социальными. Номер 1, 2 и 3 по городу Оксай и в села Кирово, Бумаколь и Успеновка. Одобрено субсидирование в размере 67 миллионов тенге. Некоторые изменения ожидаются в схемах маршрутов номер 1 и 2, с целью убрать моменты дублирования. Тариф на 2020 год остался без изменений. 80 тенге. Мария Пирог, Александр Овчинников, Талгат Муканов, телеканал Акжаик.